Вы смотрите Backstage News. По игре Pokemon Go снимут полнометражный фильм. Голливуд оперативно отреагировал на массовую истерию вокруг Pokemon Go, новой игрушки-приложения от концента Nintendo. Студия Legendary Entertainment приобрела права на экранизацию франшизы Pokemon. Ожидается, что съемки начнутся в следующем году. Данную франшизу создал японский геймдизайнер Сатози Тадзири. В этом году Pokemon исполнилось 20 лет. На сегодня бренд вмещает не только консольные игры, комиксы, манги и прочую материальную сопутствующую атрибутику, но и живет активной жизнью в теле- и кинопространстве. После успеха мультсериала, киновселенная ежегодно пополняется полнометражными анимационными картинами. Что касается мобильного приложения, то оно работает по принципу дополнительной реальности. Игрокам нужно искать и ловить покемонов в реальной жизни, исследуя улицы, городов, здания и другие места. Пойманных покемонов предполагается прокачивать с тем, чтобы сражаться с их помощью на боевых аренах. Сама игра пока что доступна только в США, Новой Зеландии и Австралии, что, впрочем, не мешает пользователям других стран устанавливать ее и, конечно же, играть. По известным данным, Леджендари была готова сразу заплатить 5 миллионов долларов за возможность работы над такой картиной. Обычно дело ограничивается только 5% от прокатных сборов, так как перевод видеоигр на большой экран не всегда оказывается прибыльным делом. На право снять фильм про покемонов претендовали сразу несколько голливудских компаний, но именно Леджендари удалось заполучить права на экранизацию. Сделка Леджендари Интертеймент с Нинтендо была осуществлена спустя 2 недели после выпуска игры. В настоящее время подробности проекта о покемонах представители Леджендари держат в секрете. Однако известно, что распространением фильма в мире займется компания Universal Pictures. Также известно, что киностудия намерена снять полнометражный фильм с живыми актерами. Будущая лента получила рабочее название «Детектив Пикачу». Также весьма справедливо, что именно Леджендари займется данной экранизацией. Эта компания была создана в 2005 году и отвечала за появление таких громких фильмов, как «Начало» и три комикса о Бэтмене Кристофера Нолана. На ее базе также создавались 300 спартанцев, «Интерстеллар», «Тихоокеанский рубеж» и «Мир юрского периода», а также «Мальчишник в Вегасе», «Голос улиц» и «Эверест». Одна из последних работ Legendary Pictures, снятая в сотрудничестве с Blizzard, картина по мотивам известной игры Warcraft. Еще компания с 2010 года пытается снять фильм по популярной игровой франшизе Mass Effect, но этот проект, видимо, появится на свет только после картины о покемонах, у которой уже даже есть сценарист. По слухам, это Макс Лэндис, один из самых влиятельных и дорогих молодых сценаристов Голливуда. Он является автором хроники Виктора Франкенштейна и ультра-американцев. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал Backstage News и группу ВКонтакте и не пропускайте ежедневные выпуски новостей.